В традиционной китайской философии есть очень интересная концепция, концепция трех юаней, или трех источников. Эта концепция относится не только к китайской философии, но она весьма популярна и в других странах по всему миру в том или ином виде. И эта концепция говорит о неких трех началах или трех источниках, которые есть не только во внешнем мире, но и во внутреннем мире. Например, концепция трех миров, очень шаманская концепция. И эти три мира – это Земля, Небо и Человек. И вот, например, как выглядит китайский иероглиф «шаман». И этот иероглиф «шаман» напрямую связан с концепцией трех миров. И в этом иероглифе мы также видим Землю, Небо, Человека и связь между этими тремя мирами. И как мы помним, в цигун на самом деле все очень просто. И давайте поговорим о том, что собой представляют эти начала, эти источники. И давайте начнем с Земли. Поговорим о том, что такое Земля. Каждый из этих трех источников находится не только вокруг нас во внешнем мире, но и внутри нас во внутреннем мире. И первый уровень – те упражнения, которые мы сейчас практикуем и изучаем – это упражнения, которые относятся к уровню Земли. Почему Земля? Потому что Земля – это фундамент, основа. И когда мы говорим о Земле, можно сказать, что у этого начала есть три проявления – физическое, психическое или эмоциональное, и внешнее. И с физической точки зрения Земля – это, во-первых, здоровье человека, его физическое состояние. Потому что именно здоровье является фундаментом для человека. Если у вас нет здоровья, вы можете только говорить обо всем остальном и не более того. Например, о таких вещах, как духовное развитие и тому подобное. И сегодня, во время утренней практики, мы также обсуждали с вами изречение Будды, который сказал – собственным телом не владеешь. Как же надеешься найти путь и им овладеть? С другой точки зрения, Земля и ее физическое проявление – это некая часть нашего тела. Это область нашего живота и наш опорно-двигательный аппарат, наши ноги. Почему живот? Потому что именно там находится огромное количество внутренних органов, которые очень важны для нашей повседневной жизни, для нашего здоровья. Эти органы отвечают за нашу жизнь, они дают нам энергию. Это наша пищеварительная система, это наша мочеполовая система, наша печень, наша селезенка и так далее. Итак, выполнение упражнений первого уровня как бы помогает выстроить нашу внутреннюю землю или найти нашу внутреннюю землю. Ведь что такое земля? Земля – это то, что вскармливает, то, что дает энергию. Именно поэтому можно сказать, что практика первого уровня – это может быть самая важная практика. В том числе именно поэтому я обычно говорю, что результаты от вашей практики цигун должны быть очень понятными, не виртуальными. Именно поэтому можно сказать, что если у вас плохое здоровье, если вы часто болеете и у вас много болезней, и при этом вы говорите о духовном развитии, о других мирах, о духовных учителях и так далее, в ваших словах нет никакой ценности. Они – ничто. И, конечно, мы с вами знаем, что есть большое количество людей, которые практикуют какие-то системы, какие-то методики, но одновременно с этим они не практикуют. Они только много говорят об этих системах, и в то же время они даже могут обучать этим методикам. Однако результаты их практики будут скорее виртуальными, ненастоящими, чем реальными. Для тех, кто обучается у таких людей, иногда это важно, а иногда не важно, то есть они могут продолжать обучаться у этих людей. Но для самих этих людей, которые обучают, и при этом у которых нет результатов, это не очень хорошо, это плохо. Потому что они ничего не получают от своей практики. И, которые много раз, они могут подчать, они могут сделать это, что они могут ускориться. Они могут всегда говорить о том, что они могут ускорить, чтобы они были и хороши. Именно поэтому уровень Земли сам по себе очень важен для практикующего, чтобы получить реальные изменения, реальные результаты, реальный опыт. И только после этого, может быть, имеет смысл кого-то учить. Но после результатов, после опыта. То есть, как я сказал ранее, результаты должны быть очень понятными, очень настоящими. Также уровень Земли важен, потому что, например, я на своих семинарах, именно на первом уровне, на уровне Земли, даю все необходимые концепции, самые главные теории. Но уровень Земли — это не только телесный уровень, это еще и способность к расслаблению. Если человек не умеет, не может расслабляться, это значит, что у него нет результатов в практике уровня Земли. Нет основы. Я говорю так, потому что многие люди не уделяют достаточного внимания пониманию практики. Они как бы стремятся пробежать через семинары, через практику. Первый уровень, второй уровень, третий уровень. Я поеду к какому-нибудь мастеру. У меня совсем нет времени. Это очень важно. И здесь очень важно понимать, что практика — это тот путь, которым ты идёшь, это твой путь, и поэтому нельзя бежать через практику, не нужно никуда торопиться, ведь ты попросту можешь навредить себе. Ведь, когда мы практикуем, когда мы делаем упражнения, мы работаем со своим телом и работаем со своей психикой. На секунду представьте, если, предположим, кто-то идёт в спортзал, например, для того, чтобы похудеть или накачать мышцы. И в первый раз, в начале, такие люди, конечно же, допускают огромное количество ошибок, просто потому, что они пока не чувствуют своё тело, не знают каких-то простейших правил. Например, они думают, главное количество, количество обязательно перейдёт в качество. Но мы с вами знаем, что количество — это не качество. И в первый же день этот человек в спортзале, конечно же, пробует всё. Он делает всё по максимуму. И, конечно же, на следующий день этот человек, скорее всего, не сможет даже встать. Но это даже не самое худшее. Ведь этот человек запросто может навредить себе гораздо сильнее. Почему? Да потому что он очень торопился. Он старался сделать всё побыстрее. Ведь ему надо похудеть к лету и стать очень сильным. У меня есть всего одна неделя. Но, как мы знаем, даже с нашим телом всё не так просто. Ну а мы с вами работаем не только с телом. Мы работаем ещё и с психикой. И, конечно, обычному человеку, когда он слышит о какой-то там работе с психикой, ему не кажется это чем-то сложным. Но на самом деле с психикой всё гораздо сложнее, чем с телом. Ведь наше тело мы можем хотя бы потрогать. Мы можем увидеть его. А психику мы не можем потрогать. Мы не знаем, как она выглядит. Мы не знаем структуру или строение нашей психики. Вот почему очень легко мы можем навредить своей психике. И, к сожалению, я видел немало подобных ситуаций. Вот почему важно понимать, что в цигун, в практиках саморазвития нельзя торопиться, потому что легко навредить себе. Вы не должны как бы пробегать через семинары, пытаться успеть всё. Но, к сожалению, часто встречаются люди, которые практикуют цигун, практикуют какие-нибудь другие системы саморазвития, и при этом они как будто коллекционируют другие методики. Я изучал это, я бывал там, я слушал лекции того мастера, и теперь я хочу поехать куда-то туда. Но, к сожалению, чаще всего это обозначает одну простую вещь. Все эти люди находятся на поверхности. Они дрейфуют по поверхности всех этих систем. Но, с практической точки зрения, очень важно углубляться, идти внутрь, вглубь, а не находиться на поверхности. Потому что тогда ты сможешь найти всё, всё, что тебе нужно, в одной системе. Всё, что есть в других системах, ты найдёшь в одном месте. Потому что, как мы уже обсуждали, абсолютно все серьёзные методики одинаковы. Инструмент одинаков везде. Молоток всегда молоток. Механизмы и процессы нашей психики одинаковы в любой методике. Итак, для настоящего движения, для настоящих результатов, очень важно не торопиться. Очень важно слушать себя. Очень важно идти вглубь. И очень важно сформировать фундамент. Это очень важно понимать, потому что, к сожалению, многие люди допускают ошибки в этих простых вещах. И таким людям кажется, что они развиваются, что они идут, двигаются куда-то, но на самом деле это выглядит примерно вот так, как будто бы они шагают на месте и говорят, «Да-да, я иду, я двигаюсь». И с этой точки зрения, для практикующего очень важно быть честным с самим собой. Не с другими, а именно с самим собой. Просто спросите себя, что я делаю, и для чего я это делаю. Однако для многих людей очень тяжело быть честными с самим собой. Очень многим людям трудно признать, что они топчутся на месте, но они иногда говорят, «Ты просто ничего не понимаешь, я очень духовно развитый». И, конечно, можно сказать, что такие люди пребывают в их собственных заблуждениях, в их собственных иллюзиях. Однако с практической точки зрения для таких людей очень важно понять, что, да, может быть, это лишь иллюзия. Может быть, я не слон, каким себя представляю, а всего лишь маленький жучок. Просто задайте себе вопрос, спросите себя, «Может, может, в этом что-то есть? Может, это действительно так?» И в таком случае, если это действительно происходит, и человек признает, замечает свою иллюзию, тогда у маленького жучка наконец-то появляется возможность стать большим слоном. Ведь пока маленький жучок уверен, что он уже большой слон, он не будет делать абсолютно ничего для того, для того, чтобы изменить ситуацию. И, конечно, все мы очень заинтересованы в том, чтобы все-таки вырасти в этого большого слона, развиться. Нужно просто стать честным с самим собой. И это Земля, основа, с физической точки зрения и с точки зрения психологии. Также можно сказать, что Земля в нашей психике — это тоже своеобразный фундамент, некая основа, как будто бы внутренний стержень. И, конечно, когда мы смотрим на человека, мы легко можем определить, что, например, он недостаточно уверен в себе, что у него много тревоги, много страхов, много сомнений. Он постоянно находится в движении. У него нет фундамента, нет внутреннего стержня. И с психической, с внутренней точки зрения, если мы говорим с вами об уровне Земли, мы говорим, что упражнения, которые мы изучаем, делают нашу психику очень стабильной. Такой человек спокоен и уверен в себе. У него есть стержень. И, наконец, третье проявление уровня Земли — это внешнее проявление, или то, что происходит вокруг вас. Почему и это тоже важно? Потому что то, что вас окружает, может легко вам показать, что на самом деле происходит внутри вас. То есть, что внутри, то и снаружи. Например, если у человека постоянно нет денег, постоянные проблемы в семье, постоянные проблемы в окружении, все это обозначает, что Земли нет. Или что Земля недостаточно хорошо укреплена. Нужно поработать над этим. Если мы поменяемся внутренне, если поменяется наша психика, и окружающее нас пространство тоже поменяется. Поменяются ситуации, с которыми вы сталкиваетесь в жизни. И, конечно же, это в том числе касается финансов и всего того, что вскармливает вас или поддерживает вас в повседневной жизни. Изменится внешняя энергия. То, что вскармливает, подпитывает вас каждый день. Это тоже как бы почва, земля. И с этой точки зрения тоже очень важно быть честным с самим собой. Однако, конечно, вы можете продолжать пребывать в иллюзии, игнорируя все внешние проблемы, когда вокруг вас все плохо, вы можете продолжать говорить, нет, нет, я все еще духовно развиваюсь. Это мое духовное развитие. Кого вообще волнует то, что происходит вокруг? Но если человек все-таки признает, заметит проблему, в этот самый момент у человека появляется уникальная возможность избавиться от этой проблемы. Конечно, вы все слышали, что если у человека, например, есть проблема с какой-то зависимостью, может быть, наркотической или алкогольной зависимостью, первый шаг, который он должен сделать в процессе своего исцеления, это признание проблемы. Да, возможно, я зависимый. У меня есть проблема. И то же самое происходит в нашей практике. И это как раз то, чем мы с вами занимаемся во время практики первого уровня. Мы пытаемся избавиться от всех проблем, которые относятся к уровню Земли. Это проблемы с нашим здоровьем, активизировать внутренние органы, которые находятся в области нашего живота, а также получить большое количество энергии, биохимической энергии, которые являются как будто строительным материалом в нашем организме. Это необходимо для того, чтобы ваше тело могло восстанавливать себя. То есть даже если ваше тело знает о какой-то собственной внутренней проблеме, но у него нет биохимической энергии, нет строительного материала, то оно не сможет избавиться от этой проблемы, вылечить ее. Когда в вашем теле будет много биохимической энергии, а также у вас будет хорошо тренированное внимание, тогда ваше тело сможет обнаружить и вылечить большинство ваших внутренних проблем, и тогда, после этого, энергия сможет быть направлена вашим организмом, вашей психикой для достижения каких-то других результатов, каких-то других целей, но вначале ваше здоровье. Продолжение следует...